Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Перед вами одна из защищенных моделей смартфонов. Я продолжаю эту тему. Тема интересная. Модели эти покупают защищенные. Я все-таки продолжаю искать хороший добротный аналог смартфону Land Rover A9, A8 как в ценовом диапазоне, так по качеству, так и по удобству использования. И хочу вам сказать, что данная модель это один из тех вариантов, которые можно выбирать вместо Land Rover A8, либо A9. Стоимость этой модели примерно в среднем диапазоне между A8 и A9. В Китае примерно можно купить за 130 долларов. Ну, у нас наша наценка плюс примерно 20 долларов. То есть смартфон стоит дешевле, чем Land Rover A9 и чуть-чуть дороже, чем Land Rover A8. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. В коробке есть вот такая вот отвертка для болтиков сзади, для крышки. И еще есть в комплектации следующие аксессуары. Во-первых, порадовало то, что здесь есть вот такие вот резиночки. Это заглушки под наушники и под USB. Они есть в комплекте запасные. Есть USB кабель стандартный, обычный. Есть переходничок под зарядку. Ну и, собственно, сама зарядка с вот таким вот штекером под переходник. Есть документация от производителя. Но, в общем-то, это все не особо интересно. Давайте рассмотрим сам смартфон. Модель называется MAN ZAK 3 A18. Защита класса IP68. Смартфон небольшой, 4 дюйма. Корпус, как всегда, выполнен из ABS пластика. С прорезиненными вставками. Модель имеет защиту IP68. То есть она пылеустойчива и водонепроницаема. Смартфон имеет спереди закаленное, точнее, стекло от Gorilla Glass защиты. То есть здесь идет у нас, оно не царапается. Сейчас есть даже пленка на экране. 4 сенсорных кнопки. Сенсорные кнопки подсвечиваются. Логотип MAN. Разговорный динамик. Фронтальная камера. Сверху у нас кнопка включения-выключения. Заглушка под наушники. С этого бока у нас качелька громкости. Вверх-вниз. Довольно-таки тугая. По аналогии с любыми другими защищенными смартфонами. Снизу у нас идет разъем под microUSB. Здесь также у нас есть микрофон. Сзади смартфон имеет основную камеру на 8 мегапикселей. Логотип MAN. Вот такую вот штуку для карабина. Можно зацепить на шнурок. Вспышка есть. Логотип IP68. И сама крышка, которая у нас закреплена на два болта. А здесь она входит просто в пазы. Сразу скажу про корпус. Корпус мне понравился. Корпус довольно-таки прочный, монолитный. Он не трещит, не хрустит. Очень, в принципе, понравилась мне сборка этого смартфона. Он довольно-таки спортивно выглядит. Качество материалов, как по мне, все на высоком уровне. Все сделано добротно. Особо ничем не проигрывает сборки Land Rover A8 и A9. Давайте сразу же откроем заднюю крышку и посмотрим, что там под аккумулятором. Но перед этим мы проверим его на водонепроницаемость. Вот такой вот резервуар с водой у меня есть небольшой. Смартфон у меня включен. Он работает. Ну и давайте его окунать, смотреть, что со смартфоном будет в воде. Все заглушки у меня закрыты. Все плотненько. По-другому быть не может, потому что будет пропускать воду, если... В общем, вот так вот я его окунаю. Окунаю долго не буду. Довольно-таки достаточно будет и этого. Ну и теперь будем его протирать. Итак, смартфон я окунул. В принципе, все работает пока что. Давайте его просушим. И посмотрим, куда там у нас попала вода. Покажу вам все заглушки по удобству пользования и так далее. Во-первых, хочу сказать, что во всех микрофонах, в динамиках есть определенная мембрана, которая воду не пропускает. И это очень хорошо. И ничего этим динамикам и микрофонам просто-напросто здесь не будет. Открывать я люблю эти смартфоны обычными отвертками. Потому что этот процесс гораздо быстрее происходит, чем штатный, ручной. И сейчас покажу вам саму конструкцию задней крышки, за счет чего у нас происходит удержание влаги. Итак, смотрим. Смотрите. Влаги у нас внутри нет. Я подниму аккумулятор. Внутри нет, на сим-картах нет, на контактах влаги нет. Влага есть вот здесь. Вот здесь небольшие кусочки. Вот здесь есть водичка. Вот здесь. Обращаю ваше внимание на места, в которых вот эта крышка въедается, вот этот вот пластик, въедается вот в эту резину. Вот оно идет, посмотрите внимательно. Слабое место у этого смартфона, по моему мнению, находится вот здесь. Когда линия соприкосновения идет вот практически по краю. И для того, чтобы смартфон все-таки эту воду сдержал, я его закрываю следующим образом. Я завожу вот эту линию максимально вниз. Я вбиваю его в пазы в эти. Зажимаю вот здесь вот так вот пальцем, прижимаю. И чтобы эта крышка не подвинулась вот сюда вверх, вот так вот, и не образовала вот эту щель. Я держу до последнего его вот в таком положении, чтобы здесь никакой щели не было. Только тогда этот смартфон задерживает воду, и линия соприкосновения, вот эта вот, она находится ниже, чем дальше идет аккумулятор. Аккумулятор, кстати, здесь классный. Здесь аккумулятор на 2930 мАч. Насколько он автономен, я вам расскажу чуть позже. Работает этот смартфон с двумя сим-картами. Сим-карты большого стандартного размера. Ну и слот есть под microSD карточку. Итак, мы с вами посмотрели его внешний вид. То, как он борется с водой. А теперь давайте рассмотрим его технические характеристики. Начнем мы это делать через программку Antutu. Во-первых, здесь отличается железо смартфона от ленд-дроверов. Здесь Qualcomm процессор Snapdragon. Графический ускоритель здесь Adreno 302. 4.3 Android. Здесь 800 на 480 разрешение экрана. 8 мегапикселей камера. Здесь гиг-оперативки и 4 встроенных. То есть, практически характеристики аналогичные ленд-дроверу А9. Но стоит эта модель дешевле. 4 ядра. Здесь максимальная частота процессора, точнее ядра 1190 МГц. Касательно камеры. Здесь 8 мегапиксельная камера основная и 0.3 мегапиксельная фронтальная. Здесь смартфон набирает 17 тысяч баллов. В принципе, довольно-таки неплохой результат. Мультитач у нас здесь пятиточечный. То есть, этого тоже достаточно. Прошивка полностью на русском языке. Здесь нет китайских иероглифов. Здесь все переведено на русский. Есть возможность выбора различного языка. То есть, прошивка мультиязычная. Версия прошивки заводская. Мы ничего в таких смартфонах не меняем. Потому что менять здесь особо не на что. Смартфон имеет IPS-матрицу. ОГС-прослойки здесь нет. Экранчик утоплен туда внутрь. Кстати говоря, еще обращаю ваше внимание на конструкцию корпуса. Вот эти вот пластиковые ABS-пластиковые вставки. Они сделаны таким образом, что если мы положим экраном вниз, смартфон на стол, на ровную поверхность, то экран не будет прикасаться. Он лежит на вот этих вот пластиковых основах корпуса. Экран здесь не очень яркий, не очень классный. Экран по аналогии такой, как в Android 8, 9. Особого там отличия по экрану нет. И здесь он примерно плюс-минус такой же. Звучание смартфона довольно-таки неплохое. Мне понравилось, как звучит этот смартфон наушника. Договорный динамик, микрофон тоже отлично. Все без нареканий. Громко, чисто, очень классный звук. Ну и внешний динамик тоже довольно-таки громкий. Демонстрировать вам, включать музыку не буду, потому что здесь это не особо важно. Да и через камеру вы этого качества не услышите. Касательно производительности. Все-таки это тоже играет роль. И данная модель с производительностью справляется на все 100%. С современными игрушками можно даже будет поиграть. То есть модель полностью аналогична в плане производительности. С лендровером А9, у которого 4-х ядерный МТК 6582. Ну и здесь тоже гиг-оперативки. Покажу вам Nova 3, как она воспроизводится. Покажу, что здесь хороший мультитач. Отзывчивый сенсор. Можно играть. Можно играть в стрелялки. И довольно-таки комфортно и легко. Ну и плюс ко всему, хотелось бы отметить, что на Qualcomm-овских процессорах графика всегда уровнем выше, потому что другой графический ускоритель, в отличие от процессоров МТК. В общем, в плане игры смартфон тоже довольно-таки достоин и особо ничем не отличается от лендроверов. По поводу того момента, который я не сказал, по удобству пользования. Во многих смартфонах в аналогах, например, Hammer H5, я сталкивался с таким нюансом, что штекера, вот эти вот, они длинные и особые, и можно было пользоваться только оригинальными наушниками, либо оригинальным кабелем для USB подключения, либо зарядки. Здесь же, здесь стандартные разъемы, то же самое выполнено и в лендроверах, поэтому в этом плане эта модель тоже хороша, в отличие от множества аналогов, ну, в которых просто это реализовано просто никудышним образом. Разнозначное достоинство этой модели, и эта модель даже лучше, чем лендровер А8, лучше, чем лендровер А9 в этом показателе. Меня удивил этот аккумулятор, который здесь на 2930. В Antutu тестере он показал вообще сумасшедшие, практически 10 тысяч баллов. Ну и в физических результатах, в физических тестах результаты тоже шикарные. В режиме игры со 100% до 26, Epic Citadel, максимальная яркость экрана, это 6 часов. То есть, еще часика 2, ну, полтора, 100% он бы выдержал. В режиме воспроизведения видео из YouTube со 100% до 5% это свыше 10 часов. Это максимальная яркость, это YouTube и это включенный Wi-Fi. Также обращаю ваше внимание на то, что диаграмма разряда, она ровная. То есть, смартфон разряжается равномерно, что со 100% до 95%, что с 10% до 5%. Абсолютно, абсолютно можно рассчитывать на адекватную работу этого аккумулятора. Говорить о GPS в этом смартфоне тоже стоит, потому что здесь все-таки Qualcomm. Для меня уже лично не секрет, что на Qualcomm GPS гораздо круче, чем на MTK процессорах. Просто шикарный GPS. Я поднес его к окну буквально за 2-3 секунды. Он словил у меня 11 спутников. У этой модели есть поддержка GLONASS спутников. То есть, по GPS тоже однозначно эти модели предпочтительнее, чем любой смартфон на процессорах MTK. Строила меня в этом смартфоне камера. Однозначно, камера заявлена у нас на 8 Мп. Но снимает она откровенно плохо. Откровенно плохо. И видно, что матрица здесь дешевая. Ни на какие 8 она не тянет. И, в принципе, как-то вот автофокус фокусируется тоже очень-очень слабо. Фотки получаются размытыми. Нет четкости изображения. Но, в первую очередь, я считаю, что здесь именно вот матрица очень плохого качества. По камере, однозначно, это минус этого смартфона. И он, наверное, единственный. Потому что все остальное очень-очень высокого уровня. Вот такой вот обзор. Вот такая вот модель MANZUK или ZAK 3 A18 IP68. Смартфон мне очень понравился. Единственный минус смартфона – это его камера. Сборка, прошивка, процессор, работа, GPS. Все мне понравилось. Аккумулятор этого смартфона. Цена этого смартфона, она будет немного выше, чем Land Rover A8. Но Land Rover A8 он двухъядерный, 512 Мб оперативки. Слабенький экран, слабенький процессор. Эта модель полностью по железу, по мощности, по потенциалу, аналогично с Land Rover A9. Я однозначно советую эту модель. По данным, которые я нашел в интернете, про данный производитель, была сказана такая информация, что данная модель ориентирована не только на внутренний китайский рынок, как множество аналогов, но и на европейский в том числе. То есть в Германию, Европу. Эти все модели поставляются и удачно там продаются. Land Rover A9 он значительно дороже. Будет дороже, наверное, долларов на 40. В принципе, все, буду заканчивать. Водонепроницаемость мы с вами вместе проверили. Я до этого проверял аккуратненько и сам. Но я просто мочил его под краном, под проточной водой. Здесь же я окунул с вами его полностью, по всей его площади, по всему объему. Все, буду заканчивать. Подписываемся на наш канал, заходим в нашу группу. И теперь думаем, очень думаем напряженно между Land Rover A9 и MAN ZAK 3 A18. Что же из них покупать? Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok